Странно. Очень странно. Добрый день, дорогой зритель. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Видос не за сельскохозяйственной деятельности, скорее всего за рыбалку, а может быть и за охоту. Сейчас же у нас открытие охоты на днях. Меня зовут Влад. Я боженит. Живу в России, в Западной Сибири, в Омской области, в Саргатском районе. Ну, по делу, по существу. Занимаюсь сейчас сельскохозяйственной деятельностью, частное лицо. В общем, на днях еду с покоса. Приходится ездить, ну, покоса получается вдоль озера, где болотинка, где речушка. Местами переезжаю через рычеек, через болотинку и езжу постоянно с одной стороны озера, болотина, с другой стороны пашни. На пашне же пашни хозяйские, а покосы скосить еще есть где. Ну, в общем, короче, сейчас хорошо. А дальше вот идет, по горизонту смотрим, резкое понижение. Ну, как для нашей местности, довольно резкое. И дальше уже идет озеро. Сначала идет камыш, болотина, а там уже идет дальше озеро. А это я еду с озера. Прямо по краю, по краю, а дальше уже болотинка пошла. А это вот это вот озеро. Охота, рыбалка здесь прекрасная. Людей нету никого. И рыба есть. Еду и, блин, вот странные вещи какие-то, блин. Я не обращал внимания, а сейчас что-то начал обращать внимания. Или может просто мне делать нечего, в глаза попадает всякая ерунда. По дороге еду вдоль озера, елки-палки, вдоль озера какие-то таблички стоят. Ну, типа вот этих. Сейчас я покажу. Да, я прямо тут сейчас рядом, возле деревни. Что за, блин, таблички такие странные. В одном месте табличка. Ну, ладно, я там мимо пропустил. Ну, табличка и табличка. Дальше еду. Опять табличка какая-то непонятная. Метра и высотой. Определенных стандартов. Ну, я еду дальше. В трех или в четырех местах встречал эти таблички. А там, получается, на воду озера, заросшие камушом. И на воду так просто туда не зайдешь и не выйдешь. Только в определенных местах, где частина. И вот там, где частина, значит, нет камыша, там в этих местах стоят таблички. Ну, меня-то сильно это не волнует. А тут, блин, елки-палки, поехал отвозить Витю домой в соседнюю деревню. Ну, работаем вместе. Я вам показывал. Сколько раз, кстати, вот здесь где-нибудь я покажу, как мы там работаем. Одно, другое на сенокосе. Потому что не все же постоянно смотрят мой канал. Ну, и назад еду, елки-палки. Блин, обратно возле профиля, возле дороги таблички. Ну, я не поленился, остановился. Я знаю, что тут съезд на поле, мне ехать сюда как раз ближе и удобнее. Блин, свисит табличка. Проезд запрещен. Как так? Всегда ездили тут поля сельхозназначения. Проезд запрещен, частная территория. То есть я не могу понять, что за ерунда. Никогда такого не было. Тут частная территория. Может, это специально перед охотой? Не знаю. Потом походил, посмотрел. Там, блин, рыбалка запрещена. Но насчет охоты я не знаю. Сказать не могу. Чтобы я не видел. В уходниках там свои эти самые нюансы. Ну, а тут, елки-палки, съехать невозможно. Что с таблички? Я ничего не могу понять. А потом, когда с Покоса ехал, ну, мне не лень было. Я подъехал поближе и посмотрел, что за таблички. В одном месте одна табличка написана «Охота и рыбалка запрещена». Соседняя табличка. Мы тут заняли. Покажу сейчас тоже. Мы тут заняли. Осень 2021 года. Ну, заняли, заняли. Меня это сильно не волнует. Ну, короче, кто-то поедет в наш район, имейте в виду, что на озеро так просто не заехать. Везде стоят таблички. А если заедете... Ну, я обратил внимание, что вокруг озера всегда была толпа и всегда был народ. И, значит, там рыбачили одно-другое. А сейчас, ну, нет никого. Ну, не знаю насчет как охоты, но рыбаков я не вижу. И что на озере кто-то плавал, я тоже не вижу. Странные вещи. Кто знает, говорите. Но я так понял, что люди взяли в аренду, значит, озеро. Ну, как озеро. Водные ресурсы, они принадлежат, насколько я знаю, водные ресурсы принадлежат государству. Они не продаются. Землю возле озера, там где-то водоохранная зона, можно взять в аренду. Ну, либо там с какой-то бизнесменой. Ну, я не знаю. По мне, это бизнес не настолько выгодный, чтобы делать там, значит, базу, турбазу. А вот в этом месте, где там висят таблички, была раньше государственная база. Какое-то подсобное хозяйство. Значит, оно было запущено там и все. А сейчас, елки-палки, смотрю, частная территория. Выкупили или в аренду взяли. Ну, короче, туда не съезд. Ну, не знаю, как заезжать на поле для ведения сельскохозяйственной деятельности, но таблички висят. Так что, имейте в виду, горожане, кто поедет на рыбалку или на охоту, заедете на озеро, вас выгонят. Ну, не знаю, может, потребуют арендную плату, но меня сильно не волнует. Но, кого волнует вот эта тема, имейте в виду, охота, рыбалка запрещена местами. Все здесь будет указано, все посмотрите. Смотрите. Ну, кому была полезная информация, поставьте лайк. А кому это не интересно, ставьте дизлайк, я тоже не огорчусь. Не забудьте подписаться на канал. Оставляйте комментарии. Только не матом, потому что матом придется стирать. Все, до скорых встреч. Так, где таблички-то? Вот тут у меня есть таблички, таблички, но они совсем другие. Сейчас я вам покажу их. Субтитры сделал DimaTorzok